Минпромторг России провел расширенное совещание по разработке стратегии развития производства редкоземельных элементов. Площадкой стал новгородский химический гигант Акрон. Специалисты ведомства высоко оценили вклад предприятия в создание полного цикла такого производства. Производство редкоземельных элементов начали разрабатывать на Акроне еще в 2010 году. В 2013 предприятие заключило государственный контракт на разработку технологий на базе действующего производства. Спустя три года здесь уже были выпущены первые партии продукции. На открытии присутствовал президент России Владимир Путин. Общий объем инвестиций колоссальный – 50 миллионов долларов. Работу Акрона по созданию полного цикла производства редкоземельных металлов высоко оценил Минпромторг России. Сегодня Акрон сделал главное. Он освоил технологию, научил специалистов, запатентовал это, получил опыт на промышленную установку производительность 200 тонн и готов тиражировать, то есть масштабировать это все. Акрон готов увеличить мощности РЗЭ до 200 тонн в год при наличии у потребителей устойчивого спроса. Это одна из первоочередных задач стратегии развития редкоземельных элементов, которая обсуждалась на расширенном совещании, участие в котором приняли как представители Минпромторга России и его региональных ведомств, так и руководители предприятий, производители и потребители редкоземельной продукции. Задача на рынке – это, конечно, растить потребление. Безусловно, нужно сделать анализ такой потребности на минимум на 15 лет, какой объем редкоземельных металлов мы будем потреблять для того, чтобы как внутреннее потребление, так и экспорт для того, чтобы предприятия, которые планируют заниматься разделением редкоземельных металлов, могли понимать для себя рынок. Редкоземельная продукция Акрона востребована на российском рынке. Поставки налажены во многие точки страны, и сфера их применения самая разнообразная. Редкоземельная продукция используется везде, начиная вот от этого, кончая космосом. Мы производим продукцию церии, лантан, неодим, средне-тяжелую группу, празиодим. Эта продукция идет как для производства катализаторов, стекольной промышленности, так и для оборонки. Вот в частности мы производим полирующие порошки, благодаря которых делают оптические стекла для прицелов. Впрочем, сотрудники Акрона не останавливаются на достигнутом. Сегодня здесь ведется большая работа в направлении использования продукции в качестве магнитов. Также этот проект позволил многим российским предприятиям успешно пройти этап импортозамещения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...